Мобилизация которой нет, но она есть. Только недавно Шойгу отчитался перед Путиным, что все задачи по мобилизации выполнены. 300 тысяч человек призвали, 87 тысяч отправили на фронт, а проблемы со снабжением решили. Только вот реальность совсем другая. По информации российских СМИ, повестки продолжают вручать. Например, в Санкт-Петербурге и Тюмени. Не слышали о завершении мобилизации и на официальной горячей линии правительства Москвы. Закончилась ли на территории Российской Федерации на сегодняшний день, 2 ноября 2022 года, мобилизация, да или нет? Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает президент Российской Федерации. То есть необходимо ожидать указа президента Российской Федерации об окончании периода частичной мобилизации. Так как нет решения президента об окончании мобилизации, мобилизация на данный момент действует. По словам Пескова, пресс-секретаря Путина, подобный указ президента России и не нужен. В российском издании «Верска» со ссылкой на свои источники утверждают, что от публичности мобилизации в Кремле решили отойти, чтобы эмоционально разгрузить население. Но пока выходит так себе. Россияне спасаются от мобилизации как могут. Например, покидают страну. Так в российских СМИ сообщают, за границу выехало много врачей. Ко мне очень часто обращаются пациенты, которым нужно подобрать онколога. И я лично уже сталкиваюсь с ситуацией, когда невозможно посоветовать специалиста. За последнюю неделю ко мне обратились 5-6 человек. И раза три я не смог сказать ничего, потому что по данному случаю все врачи, которым я доверяю, уехали. Илья Фоминцев, российский онколог, в комментарии изданию «Верска». Появляются в СМИ и истории о российских моряках, которые не хотят возвращаться домой. Узнав, что на родине их ждет повестка, они списываются во время рейса и остаются в Европе. Те, кому повезло меньше и убежать от мобилизации не удалось, устраивают бунты. Эти мобилизованным в Ульяновской части не выдали обещанные выплаты. А когда они об этом напомнили, начали задержание военнослужащих, сообщают в чувашских пабликах. Но факт остается фактом. Обещанных выплат мобилизованным россиянам не стоит ждать даже после отправки на фронт. Об этом говорит российский военный в телефонном разговоре, который перехватила украинская разведка. А тем временем в Батайске и Ростовской области заводят дело на местную жительницу за то, что она опубликовала ролик с жалобами мобилизованных. В местных СМИ пишут, что на девушку составили протокол за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Ролик записал брат девушки. Его мобилизовали и уже через два дня отправили на фронт без оружия. Девушка написала жалобу и вот так власть отреагировала. Все больше россиян думают заранее о своей безопасности. Рискуя получить повестки и оказаться в Украине, они звонят на горячей линии проекта «Хочу жить». Желающим проект предоставляет подробную инструкцию. Номера телефонов горячих линий проекта «Хочу жить» на экране. Анонимность и соблюдение Женевских конвенций гарантируется. Анжелика Брушневская для телеканала «Фридом».